Детей я любила давно. Нужно было только себе признаться, что с этим я готова связать свою профессию. Я рада, что получилось так, что я поступила. И вот же дети уже не только моя любовь по жизни, но и еще моя профессия. Это о выборе пути, точнее о призвании. После окончания школы в Клетне Анна поступила в Брянский госуниверситет. Отличные успехи в учебе, активная студенческая жизнь. Со второго курса занимаю пост представительной информационной комиссии правкома студентов БГУ. Мы с ребятами, у меня есть команда, освещаем все мероприятия в университете. От посвящения, от самых первых, это тропа первокурсника, посвящение студенты БГУ до студенческой весны. Постоянная тяга к новым знаниям познакомила Анну с ментальной арифметикой. Сперва необычную методику развития интеллекта освоила сама. Теперь тренирует школьников. Максим, 20 примеров. На 0,8 будешь считать? Давай. Остальные тоже считают. Эту скорость все считаем. Со своей легкой руки из ребят Анна делает настоящих математических гениев. В уме и используя специальные счеты, абакус младшие школьники складывают и вычитают быстрее, чем калькулятор. Параллельно еще и читают стихи. Люблю тебя, Петра Творение. Люблю ты строгий, стройный вид, не выдержал, чем береговой ее гранит. Оценка маленьких учеников – главная мотивация развиваться дальше. Анна Владимировна очень хорошо проходит с ней занятие. Я считаю, что она добрая. Она никогда не ругает за то, что мы где-то что-то неправильно сделали. Она, наоборот, нам говорит, что нужно просто тренироваться. Анна Владимировна очень добрый человек. Очень хорошо она проводит занятия. Научился считать ментально, на быстрых счетах считать, на воображаемых счетах. Мне очень нравятся занятия, которые здесь проходят. Они веселые. Преподаватель очень добрый. Иногда бывает зло, когда в классе очень шумно. И даже получив диплом на достигнутом, девушка не остановилась. Публикует научные статьи. Общественная деятельность в молодежном правительстве региона. В магистратуре родного вуза познает азы менеджмента в образовании. Накопленным багажом в пору делиться. Так и родилась идея попробовать свои силы в конкурсе «Студент года» номинация «Гран-при». Сначала я прошла в Брянской области. То есть от региона меня направили в заочный этап всероссийского конкурса. Там опять же наши анкеты отобрали. Тех, кто прошел в следующий уже очный этап, с нами связались по видеосвязи. Я прошла еще видеособеседование. Впереди очный этап. С 21 по 24 ноября в Казани соберутся лучшие из лучших со всей страны. Свои заслуги и таланты предстоит продемонстрировать жюри. Помимо Анны, еще три брянских студента претендуют на победу в разных номинациях. Первая национальная премия, учрежденная Российским Союзом Молодежи и Министерством Образования, серьезное признание для молодых людей. Анне и ее коллегам по конкурсу желаем только победы. Елена Лыщицкая, Максим Кузнецов. События. Брянск.